Уже решение, решение, да? Да! Ничего себе сейчас, Кайлан! Да, мне кажется, был такой сложный период, он был переломным. Это матч с Енисеем, когда мы проиграли 0-1 у них на выезде, хотя имели тотальное преимущество, и нам казалось, что мы не можем уступить этому сопернику. И вот тогда те эмоции, которые испытал Енисей, радуясь, как будто они выиграли у нас чемпионат мира, либо они стали обладателями Кубка. То есть нас немножко, наверное, подкосил. И это был тяжелый период для команды, мы не ждали этого поражения точно. И много пришлось и менять, и много пришлось и с игроками разговаривать, и как-то вводить их обратно на тот уровень, который был до этого. Вот это был переломный момент, после этого поражений до ключевых матчей у нас не было. Ну, это и работа психологическая, естественно, разбор соперника с четким тотальным указанием каких-то вещей. Второй момент, говорили уже на установке единоборства. Самое важное сейчас это единоборство и подбор мяча в центральной зоне. Плюс вот эта пятерка игроков, которая у нас перемещается, смещается, вы как часы должны, как механизм двигаться. Матч, который мы провели на РЖД-арене, и ключевые для нас матчи ЦСКА и Зенит, это основные наши конкуренты были, основные наши соперники. И на нашем родном стадионе сыграть успешно для нас это было, наверное, ключевым моментом. Мне кажется, вот крайняя игра с Зенитом, 3-1 в нашу пользу, вот она стала ключевым, потому что даже Зенит забил на мяч, 1-1. И вроде, как казалось бы, все заново надо начинать опять, настолько это все было сделано качественно, хладнокровно и с такой уверенностью, что вот здесь и я, наверное, для себя как тренер, и мне кажется, сами игроки поняли на сегодняшний момент свое превосходство, да, превосходство и качество свое. Вот это было важным, то есть мы не бились, мы не мучились, мы не рассказывали судье, как надо правильно действовать, и что давайте, помогите нам. А действительно, игроки за счет своих качеств, за счет правильной игры, системы игры просто вышли на другой уровень. Плотнее передача, давайте, вот, я не буду успевать перестраиваться игроки, еще плотнее. Конечно, они сделали огромный шаг, конечно, они выросли, и все это благодаря им же самим. Они проходили тяжелые этапы, и я рада, что сегодня они лучшие игроки, что основной костяк вызывается в сборную, потому что каждая из них приложила максимум усилий для решения задач, и они лучшие на сегодняшнем моменте. Они действительно высококлассные футболисты, профессионалы с большой буквы. Локомотив выигрывает Бэтсити Кубок России и второй сезон подряд. Да, Локомотив первый обладатель суперкубка России среди женских команд. Ну, в первую очередь, наверное, это победители. Каждый день доказывают себе и в работе, и в матчах, что они действительно на сегодняшний день победители. Они трудяги, они игроки, которые стремятся быть лучше, чем остальные. Качественный футбол на сегодняшний день, мне нравится, что они делают, мне нравится, как они играют, и мы смогли выстроить определенный стиль, систему игры Локомотив, и вот это, наверное, важно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, девчонки, еще раз, победы, молодцы, пупсики, это здорово было, весь сезон, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Радость от победы большая и что-то новое, я очень довольна, это все на самом деле очень круто. Эмоции мы отдали в игре, чуть-чуть там драка, драка, меня провоцирует. Естественно, мы рады, довольны, я думаю, сейчас раздевалки мы чуть-чуть отойдем, осознаем, и будем веселые, радостные, крикливые. И в одной команде, смотрите, какие мы... Да, мы вместе заработали это золото, вообще... Все, взяли все, что могли! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я люблю вас, девочки мои! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень круто, и хотя у нас еще есть... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Суперкубок, вот, суперкубок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кубок! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чемпионство! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Успеем! Успеем! Чемпионство! Три! Хитрик! Ла-ка-ма-ти! Ла-ка-ма-ти! Ла-ка-ма-ти!